Продолжение следует... 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 Выбираются практически вброс. Уже начали делать этот мост. Вот как важно внимание чиновников к региону. А у нас с вами есть цикарная возможность. Вот вы нас сейчас видите. У вас всегда будет возможность, мы такие же зрители Судака, спросить нас потом, ребята, выполнили вы свои обязательства или нет. Я вам из своей практики скажу, что в социальном договоре мы не беремся подписываться за те обязательства, которые мы знаем, что мы не выполним. Если вы говорите, вот женщина была, я хотела с ней пообщаться, что построили на этом незаконно не городы даже, а непонятно что под дачу жилья. И мы понимаем, что с точки зрения закона мы сможем с этим разобраться, то мы разберем. Идут, ну так скажем, уважаемые люди города Судака. А молодежь должна показать своим примером. Непосредственно на... Евгений Иванович идет в списке. Иван Николаевич Дюбин идет в списке. Вы тоже его знаете. Но у вас получается, как в том анекдоте, положительные сестеры с тройками поставим деревню, а хорошим городом. Нет. Но так же в анекдоте? Ну почему? Это в анекдоте. А здесь чуть по-другому. Я вам скажу. А грамотных мы туда, а так было. Нет, нет, нет. Послушайте. А что? Первая с первой девушкой. Ну первая с первой девушкой. А как вас зовут? Да какая разница? Нет, ну какая разница? Лидия Григорьевна. Лидия Григорьевна. Я вам объясню, в чем проблема, чтобы вы понимали. Насколько серьезно партия подходит в сегодняшний выбор. Евгений Иванович закреплен за Константином Николаевичем по этому избирательному опыту. Значит, если Константин Николаевич, чтобы вы понимали, не проходит здесь, то Евгений Иванович уходит из списка. Поэтому в шутки никто играть не будет. Вот я все прикольная. Партия сказала, что все будут идти до конца. Вот ваш депутат, которого партия регионов дает вам на ваш учебный участок, Евгений Иванович, работает вместе с ним. Вы тоже его хорошо знаете. Вот теперь понятно. Ну давай сделаем. Надо объяснить, что округи стали больше. Всем не нужны, всем не нужны. Ну, почему не, Евгений Иванович. Округа стали больше, и получается, что у меня октябрь 34, его ксерны и полетовский полк. И до автостанции весь частный сель. Это первое. Второе. Как уже было сказано, что выстраивается вертикаль. Вот я гарантирую вам, как баллотирующий депутат, поэтому, что вот тот, под которым я поставил подпись, как городской депутат, я обещаю вам выполнить. Если вы уже заметили, я показываю, что я не говорю, могу только делать. Освещение у вас есть на территории двора. Детскую площадку. И будет крыша, я вас уверяю. Только восстановится погода, мы отремонтируем прачу. Где тут макшопчик? ОСМД. С которым было обговорено уже объем работы. И крышу, я обязуюсь, что я вам ее отремонтирую. Сейчас этот свет запитан на городское освещение. В городе загорелось, загорелось у вас. Если вы выйдете, обратите внимание, сейчас горит аллея к полетовским общежитиям. Мы обратили. От полетовских общежитий ступеньки осветили. Обязуюсь вам осветить эти ступеньки. Главное, чтобы оно было. Я и сказал, что в городе запитано от городского света. Но если лампочка перегорит, я думаю, мы сможем ее заменить. Вы видите, новые провода, я стал бы покрасить. Сейчас там увидим. У нас такие есть, он уже начал их решать. Поэтому я бы продолжил связь. То есть он может быть контактировать выше, я буду контактировать с ним. Мне кажется, это будет... Тем более, я вот это даю, смотрю, вы многие из нас знаете... Вот скажите, пожалуйста, переход можно делать? Здесь такой район, где детей только в школу ходят. Мы в Гарии даже ходили. Простили. А переход? А ничего. Вот в городе загорелось. В первую школу. Где было? В первую школу. Где было? В первую школу. Ресурсы. Не только капитал, но и еще людские ресурсы. Идеологические, интеллектуальные. За нами стоит большая команда. В том числе за мной тоже, я же не один, я руководитель крупной партийной организации ТОП-СУДА. Более 250 человек, партии регионов. Также я являюсь как руководитель технической службы ТОП-СУДА. Поэтому есть потенциал, который я могу как-то направить, как-то перераспределить, как-то вам помочь. Потому что власти партии регионов, президент, премьер-министр, все люди профессионалы, команда сильная и умелая. Поверьте мне, можно обещать все что угодно, но никто ничего не сделает и делать не будет. Вы должны тоже это понимать, вы все взрослые люди. В конце концов хватит уже обещаний тех, которые нас кормили. Можно небольшой пример? Вчера нашли снают детских городов. Я привез человека скосить. Человек скосил и говорит, лучше бы я не косил траву, потому что там проявилось все. И бутылки, и склянки, и это. Но депутат не будет убирать вам прилегающую территорию. Украли там, украли. Понимаете? Вот, затем ремонт теплотрассы, подвал. Да. И ремонт водопровода в подвале. Я думаю, что мы получим хорошие деньги под это дело. Вы слышали, что Азаров заявил, финансирующих будет прежде всего ОСМД. Поэтому деньги тут гарантированно будут. Сколько, пока не знаю. Но, по крайней мере, в тот раз мы когда крышу делали, мы дали, 40 город дал. Что-то вытавна собирали, мы большую часть делали. Но не доделали. Два подъезда, один был. Сейчас залатает Константин Николаевич, но все равно капитально ее нужно будет делать. Я уверен в судакцяне, что судакцяне в этот раз проголосуют за порядок в городе. За порядок в городе. За действительно ту силу, которую государство платит.